Добрый день, друзья! Условно, холестерин можно разделить на плохой и хороший. Плохой откладывается на стенках сосудов и образует бляшки, которые приводят к различным нарушениям сердечно-сосудистой системы. Есть даже такая болезнь – гиперхолестериномия. И она стала настоящим бичом человечества 21 века. Чтобы защитить своё здоровье, нужно знать, в каких продуктах содержится холестерин, а какие способствуют его выведению, и об этом мы расскажем в ролике. Что важно знать о холестерине? Холестерин представляет собой жирный спирт, который легко оседает на стенках артерий. Его называют тихим убийцей, так как переизбыток липида практически никак не проявляет себя, но медленно уничтожает организм, провоцируя нарушения в работе сердца и сосудов. В определённом количестве холестерин даже необходим организму. Он участвует в выработке желчных кислот в работе сердца и сосудов и других жизненно важных процессах. Липид синтезируется печенью и поступает вместе с едой. Однако при нарушении режима питания он поступает в организм в огромном количестве, что нарушает равновесие в организме. На сосудах образуются бляшки, которые оказывают негативное влияние на кровоток и работу сердца. Это пагубно сказывается на состоянии всего организма. Опасные симптомы. О превышении уровня холестерина в крови сложно догадаться, так как симптомы легко спутать с другими заболеваниями. На начальных этапах они отсутствуют вовсе и развиваются только, когда значение уже сильно превышает норму. Обратите внимание на синдром хронической усталости, головокружение, головные боли, ощущение тяжести в желудке, несварение, запоры, неприятный запах изо рта, воспаление в конечностях, непроизвольные движения рук, ног, головы, нарушение зрения, боль в груди. Если эти симптомы проявляются регулярно, самое время обследоваться у врача и своевременно предпринять необходимые меры. Где содержится плохой холестерин? Есть несколько факторов, которые провоцируют накопление холестерина. Однако, основная причина – неправильное питание. Чрезмерное употребление продуктов, которые богаты липидом, несёт вред организму. И уменьшение уровня холестерина связано именно с изменением рациона с неправильных продуктов на их здоровые аналоги. Первое. Продукты с цельным молоком. Цельномолочные продукты содержат большую дозу холестерина, и их лучше заменить обезжиренными или полуобезжиренными. К таким стоп-продуктам относятся молоко, сливки, сметана, сгущённое молоко, сливочное масло, маргарин. Второе. Сыр. В одном ряду с цельномолочными стоит сыр. Содержание холестерина в нём зависит от сорта. В одном его минимум, а вот в других видах – предельно опасное количество. Так, самыми вредными являются сыры, которые нужно намазывать на хлеб, и те, которые созревают. Третье. Красное мясо. Многие люди ежедневно едят красное мясо, например, свинину, говядину. Но за счёт высокого содержания холестерина оно не рекомендовано для столь частого употребления. Насыщенные жиры, входящие в его состав, усиливают этот вред. Если вы не готовы заменить красное мясо другими продуктами, то выбирайте самые нежирные куски или срезайте жирную прослойку. Четвёртое. Субпродукты. Субпродукты богаты витаминами группы В, А и Д, полезными минералами калием и железом, и всё же для регулярного употребления они не подходят. Соблюдайте меру, чтобы найти компромисс между пользой элементов, содержащихся в субпродуктах, и вредного холестерина и насыщенных жиров. Пятое. Майонез. Все соусы богаты холестерином, насыщенными жирами и калориями, но майонез лидирует среди них. Если добавлять его в блюда в больших количествах или есть часто, то потребуется совсем немного времени, чтобы на стенках сосудов образовались холестериновые бляшки и появился лишний вес. Шестое. Выпечка. Пирожки, пирожные, булочки и другая выпечка содержат ударный запас сахара, насыщенных жиров и гидрогенизированных. Чем больше выпечки мы едим, тем хуже приходится сердцу и сосудам. Лучше заменить её фруктами и сухофруктами, польза для организма будет неоценима. Полезные завтраки для снижения уровня холестерина. Если вам поставили диагноз «повышенный холестерин», то самое время присмотреться к своему питанию. Так как именно неправильный набор продуктов чаще всего приводит к образованию холестериновых бляшек, то бороться с ними нужно как раз включением той еды, которая способна выводить излишки липида. Начинать нужно с завтрака. Это главный приём пищи за день, так как от содержимого тарелки утром зависит наш запас энергии и скорость процессов, протекаемых внутри организма. Также это то время, когда организм готов получить максимум полезных веществ из поступаемой пищи. Завтрак должен быть полезным и сбалансированным, чтобы снизить уровень холестерина в утренние часы. При подборе продуктов нужно учитывать не только их характер, но и сочетаемость. При повышенном холестерине на завтрак полезно есть. 1. Овсянка – самый питательный злак. Сам овёс и все его производные особо питательны, и организм не чувствует голод длительное время. Крупа нормализует уровень холестерина в крови, и поддерживает здоровье организма и красоту в целом. В овсянке содержится растительная клетчатка, которая способствует снижению уровня липидов. Уровень холестерина снижается, а отложение новых запасов замедляется. А если добавить в овсяную кашу фрукты, сухофрукты или орехи, это сделает блюдо ещё более полезным и питательным. 2. Авокадо – здоровые жиры. Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в авокадо, снижают уровень холестерина в крови. Многие считают, что это слишком калорийная и жирная пища, но на самом деле фрукт содержит в большом количестве питательные вещества и мононенасыщенные жирные кислоты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет поддержать баланс холестерина в организме. Кроме того, авокадо зарядит энергией и поможет поддержать уровень работоспособности в течение всего дня. 3. Цельнозерновая мука вместо рафинированной. Если есть во время завтрака хлеб богатой клетчаткой, можно снизить уровень холестерина. Подходят цельнозерновые сорта, в которых нет примесей рафинированной клетчатки. Идеальный вариант – ржаной. Его употребление не нанесёт вреда даже фигуре, главное – соблюдать меру. За счёт содержания клетчатки он надолго утоляет голод. В ржаном хлебе содержится больше питательных веществ, чем в других сортах. Он богат железом и витаминами группы В. Именно они защищают организм от отложения холестерина на стенках сосудов. Наибольшей опасностью обладает белый формовой хлеб. Чаще всего его продают уже нарезанным. Повысить пользу ржаного можно, если на кусочек полить немного оливкового масла. Оно богато витамином Е и мононенасыщенными жирными кислотами, которые укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы. А сочетание ржаного с фруктами и лёгким мясом сделает блюдо не только вкусным, но и полезным для всех систем организма. Четвёртое. Белый чай – природный антиоксидант. Многие специалисты называют белый чай идеальным для здоровья напитком. Это связано с тем, что он содержит антиоксиданты, которые замедляют воздействие многих вредных веществ на организм. Если пить белый чай на постоянной основе, то понадобится совсем немного времени, чтобы заметить на себе его пользу. Впрочем, обратите внимание, что чай – это не лекарство. Он не понижает уровень холестерина сам по себе. Его можно использовать только в комплексе. Пятое. Чеснок с лимоном – традиционное средство. Одно из самых популярных средств в борьбе с холестерином – сочетание лимона и чеснока. Это природные антиоксиданты и антибиотики, которые оказывают на организм только положительное влияние. Средство обладает особой пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако в полной мере его эффективность не доказана, поэтому чеснок и лимон рекомендуется использовать только как вспомогательное средство. Шестое. Сокотерапия. Регулярное употребление соков – самый вкусный способ борьбы с излишками холестерина. Они стабилизируют количество жиров, содержащихся в плазме крови. Соки не только выводят излишки липида, но и накопившиеся шлаки и токсины. Однако такой эффект на организм оказывают только натуральные, а не коробочные соки. Самыми действенными признаны свежевыжатые соки из моркови, яблок, апельсинов, свёклы, огурцов, сельдерея и капусты. В них содержатся полифенолы, важные для поддержания здоровья организма вещества. Седьмое. Зелёные овощи. Лук, укроп, салат, петрушка, артишоки и другие зелёные овощи богаты различными полезными соединениями – лютеинами, каротиноидами, пищевыми волокнами. Они оказывают положительное влияние на организм в целом. И, что важно, поднимают уровень хорошего холестерина и снижают уровень плохого. Растительная клетчатка, которая в них содержится, улучшает работу органов желудочно-кишечного тракта и способствует выведению накопившихся шлаков и токсинов, а также уменьшает отложение холестерина. Холестерин в небольших количествах полезен организму, однако чаще всего уровень его содержания в крови превышен. В таком случае на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что создаёт риск развития сердечных заболеваний. При диагнозе повышенный холестерин нужно изменить рацион питания, именно он является основной причиной отложения липида. Нужно исключить продукты, в которых он содержится – выпечку, соусы, красное мясо, цельномолочные продукты – и заменить их на более полезные аналоги. Также стоит включить в меню белый чай, авокадо, овсянку. Всего лишь скорректируйте питание, и проблема переизбытка холестерина останется в прошлом. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok